Виктор Николаевич Парфенов Замечательный ученый, очень авторитетный антиковед, уважаемый в сообществе, очень специалист. Основная линия исследований Виктора Николаевича – это римская история, поздняя республика, принципат. Но кроме этих штудий у Виктора Николаевича широкий круг научных интересов и эпиграфика Босфора, насколько я припоминаю ваши последние публикации, и античная нумизматика. Вот в русле этих интересов сегодня Виктор Николаевич любезно согласился прочитать нам лекцию, и даже не одну, в ближайшие два дня мы встречаемся с ним на лекциях и практическом занятии. Вот с большим удовольствием я Виктору Николаевичу слово сегодня и предоставляю. Спасибо, Вера Викторовна. Виктор Николаевич широко известен в узких трудах, да, Вера Викторовна? Любой антиковик Викторов Николаевич широко известен, но у нас он небольшой круг специалистов. Понятно. Уважаемые коллеги, Вера Викторовна мне предупредила, что наша аудитория имеет разнородный характер, от первого курса до кандидата в науку включительно. Поэтому мне приспособиться к характеру аудитории, ну, сложновато, наверное, но я постараюсь. Вот. И слайды в этом помогут, я надеюсь. Значит, мы с вами познакомимся, конечно, в очень недостаточной степени с античной нумизматикой. И наш курс, три лекции, одна практическая, но посмотрим еще, что из практического получится. Можно назвать введением в античную нумизматику, конечно, но идти придется нам с вами по принципу известному, прежде чем говорить о Франции, поговорим о ее соседях. Так и здесь. Прежде чем говорить об античной нумизматике, несколько слов о нумизматике вообще. Ну, вот вам, пожалуйста, что это такое. Общепринятое толкование термина нумизматика. От нумизма греческого родительного нумизматос. Вот третье склонение для тех, кто изучает греческий язык. И происхождение этого термина, ну, достаточно позднее. Средние века, а может быть, и эпоха возрождения. Ну, что такое нумизматика? Попробуем пролистать дальше. И оно, ага. Вот тоже определения. Их довольно много. Дело в том, что нумизматика – это достаточно специфическая наука. И, как часто бывает, между специалистами, узкими специалистами по ней, нет согласия почти ни в чем. Вот. Ну, в борьбе мнений, собственно говоря, и продвигается вперед наука. Но нумизматика не составляет исключения. Ну, более или менее общепринятое определение нумизматики – вот оно. Специальная дисциплина, изучающая историю металлическую, подчеркиваю. Металлического денежного вращения, по его материальным остаткам и другим видам источников. Что такое материальные остатки? В первую очередь, это, конечно, монеты. Но не только. Это, допустим, оборудование монетных дворов. Такие раскопаны. Если вы бывали в Севастополе и были в Херсонасе, там тоже есть монетный двор и, если помните, там стопка монетных заготовок, которая так и осталась в виде слипшегося столбика, какая-то причина помешала отчеканить эти монеты. Сопутствующие предметы в составах кладов. А клады – это тоже хлеб нумизмата. Но и многое другое. Ну и кроме того, деньги, как мы понимаем с вами, вещь необходимая и в то же время вещь обыкновенная. Поэтому в источниках письменных, привычных для нас историков античного мира, нумизматические памятники, монеты и все такое прочее упоминаются достаточно редко, чуть ли не в исключительных случаях. Но когда деньги упоминаются, это тоже предмет изучения нумизмата. И, вообще говоря, конечно, источники письменные по своей информативности превосходят, как мы с вами знаем, другие виды источников. Как говорил в свое время Валерий Брюсов, молчат гробницы, мумии и кости, лишь слово «жизнь дана» из тьмы веков, на мировом погосте звучат лишь только письмена. Но бывают случаи, когда этих письмен вообще нет, дописьменные периоды или, так сказать, гибель одной цивилизации, рождение другой. Письменных источников либо нет, либо их крайне недостаточно, и они исходят со стороны. Но вспомните, как вы изучаете историю Древней Руси по сведениям Цезаря Тацита, вот, хотя источники это достаточно спорные, идет ли у них речь о предках славян, по сведениям арабских авторов и так далее. Вот тогда, дописьменную и, если можно так выразиться, межписьменную эпоху, роль нумизматических источников монет резко возрастает. Ну, античная нумизматика – это отрасль нумизматики вообще, и хронологические рамки ее, в общем-то, совпадают с хронологическими рамками того, что мы называем античностью. Монета появилась где-то на рубеже 8-го, наверное, в самом конце 8-го века до нашей эры. Ну, а 5-м веком нашей эры, знаменитым Ромалом Августолом, как мы с вами помним, заканчивается история Древнего Рима, и у нас, по крайней мере, принято заканчивать историю античной цивилизации вообще. Хотя это тоже спорный вопрос. Падение античной цивилизации – это тоже было падение без грохот, как выразился кто-то из западных ученых. И та же Византия, как мы с вами знаем, просуществовала еще тысячу лет после Западной Римской империи. А в Византии античное наследие, роль античного наследия была очень велика. Но, тем не менее, что принято, то принято. Теперь происхождение слова «монета», привычного нам. Посмотрели, да? Из последнего ряда текст видно или мелковат? Видно, да? Ну, гусь и Рим спасли, все мы знаем, как галлы в 390 году взяли Рим, остался незахваченным только Капитолий. И вот Путарх это подробно описывает в биографии Камилла. Как-то ночью отборный отряд гальских смельчаков начал карабраться наверх на Капитолий, чтобы захватить его. И они вылезли наверх, но на свое несчастье оказались рядом с храмом богини Юноны, при котором жили посвященные богине гуси. Хотя на Капитолии уже ощущалась нехватка еды, но, тем не менее, гуси-священные птицы их не тронули. Ну, а голодные, они, наверное, особенно были чуткими, поэтому подняли жуткий гогот, и Капитолий, а вместе с ним Рим, и был спасен. И будто бы, хотя это тоже вопрос спорный, после этого эпизода Юнона получила эпитет монета, от глагола моно. Но доставляю, предупреждаю, советую. Ну, и соответственно. При этом храме возник первый в Риме монетный двор, а в Риме выпуск металлических денег начался гораздо позже, чем в Греции. И выпускаемые продукции, вот эти слитки металла, тоже получили название монеты. Отсюда и пошло. Ну, а что касается современного определения монеты, вот оно внизу тут написано. Слиток металла, определенные формы веса и достоинства, являющиеся узаконенным средством денежного обращения. Сейчас, как мы с вами знаем, монеты играют подчиненную роль по сравнению с бумажными деньгами и другими видами денег, да? Вот. Но так было далеко не всегда. Бумажное денежное обращение, ну, бумаги, как все хорошее и нехорошее, бумажные деньги были изобретены в Китае, вот. Но в Европе бумажные деньги появились в XVIII веке, в том числе и в России, если мне не изменяет память, с 1769 года начался выпуск ассигнаций бумажных денег. Ну, речь сейчас не о России. Идем дальше. Ну, здесь цитата из Кассиадора, вот, знаменитого хранителя античного наследия, жившего и работавшего при дворе полосгодских королей в Италии. Ну, и что мы с вами знаем, что исторические источники делятся на три вида, да? Это источники письменные, источники вещественные и источники комплексные, если они объединяют в себе признаки вещественных и письменных. Вот монета, которая обычно имеет на себе надпись и в то же время является артефактом, модный сейчас термин, да, даже в средствах массовой информации, вот, она как раз и объединяет свойства вещественного и письменного источника и является при этом очень информативным видом источника. Особенно, повторяюсь, для тех времен, когда письменных источников слишком мало. Но подробно распространяться, какую роль в политической истории, вот, экономической истории и прочей играют нумизматические источники, то есть монеты, я сейчас не буду, у нас для этого слишком мало времени. Роль эта достаточно заметная, что называется. Немножко о методах, которыми работают нумизматы сейчас, но исключая суперсовременные, скажем, металлографический анализ и многое другое. Вот, два метода унаследованных нами от 19 века, это метод свечения штемпеля и метод анализа состава кладов, которые очень тесно связаны между собой. Но для того, чтобы понять, что это такое, надо мне сначала, очевидно, объяснить, а что такое штемпель. Почтовые штемпели знают все, да? Но кроме почтовых штемпелей, есть еще штемпели нумизматические. Дело в том, что... А, у меня вот здесь. Когда появились деньги, то первые формы денег были достаточно примитивными. Скажем, у древних греков, у древних славян, у древних римлян, и вообще у многих народов, индоевропейских и не только, роль денег играл скот. Поэтому, скажем, княжеская сокровищница, в древней Руси называлась скотница, латинское слово «пекуня» – «деньги», происходит от латинского «пекус», что означает «скот». То есть, почему скот? Роль денег может играть товар, который, что называется, общеупотребителен и нужен всем. Ну, знаете, есть такая известная мудрость, актуальная, особенно для вашего возраста. Вот, любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Мясо всегда в цене, верно? Вот. И поэтому, скажем, в поэмах Гомера, если вы помните, ценность вещей исчисляется именно в тельцах, как выражаются Гнедич и Жуковский, наши знаменитые переводчики, соответственно, Илиады и Одиссеи. В тельцах, то есть в быках. Может быть, помните в Илиаде эпизод? Такой эпизод, когда на поле боя под трое встречаются ахейский герой Диамет и троянский союзник, литийский царь Главк. Вот. Ну, а перед этим, перед тем, как сражаться, как тогда было принято, надо было представиться и провести психологический прессинг на противника. И вот каждый старается выпятить свои достоинства, в первую очередь боевые древности своего рода и так далее. И вот, когда они таким образом, извините за выражение, обматерили друг друга, выясняется, что их отцы были гостеприимцами, был такой институт в Древней Греции, ну, попросту говоря, друзьями. И вот они тогда решают между собой не драться, раз они почти что родня, и обменяться доспехами в знак дружбы. И тут Гомер замечает, в это время у Главка рассудок восхитил Кронион, то есть похитил Зевс. Он Диамеду, доспех золотой свой, на медный, востоценимый Тельцов, обменял на стоящий девять. То есть с одной стороны золотой доспех стоимостью сто быков, а с другой медный стоимостью девять быков. И Главк, с точки зрения Гомера, был не вполне в своем уме. То есть в бескорыстие наш великий поэт, древнегреческий, не верил. Но, в общем, скот был очень ходовым товаром. Но товар этот был не совсем удобен. Скот может передохнуть, и человек разоряется. Скот кормить, содержать надо, ухаживать и так далее. Для этого нужна масса умений и навыков. Не очень удобно. Поэтому на смену скоту со временем приходили разного вида неодушевленные формы денег, и что только человечество не перепробовало в качестве этих форм. Но в конце концов, выяснилось, что наиболее удобная форма денег, это металлическая. А наиболее удобные металлы, и в то же время очень ценные, в силу того, что они не так часто встречаются в природе, это золото, серебро, и их естественный сплав, электр. И Древний Восток, в общем-то, большую часть своей истории обходился металлическими слипками, которые отвешивали при необходимости при покупке товаров. Но это Восток. На Востоке жизнь неторопливая. Вот, Восток, как известно, дело тонкое. А когда дело дошло до становления античной цивилизации, темп в жизни ускорился, конечно. В том числе ускорилось и развитие экономики. И каждый раз вот так отпиливать, отвешивать металлические кусочки оказалось очень неудобным. И тогда была изобретена монета. Ну, традиционно считается, что монета появилась во второй половине 8 века до нашей эры даже не у греков, а в знаменитом своим богатством в Малайзийском государстве Лидии. Ну, лидийского царя Креза, греческая Кройсос, синоним сказочного богача, знают все хотя бы из Геродота. То есть, монету, эти металлические слипки стали снабжать клеймом, и это клеймо, как в определении сказано, удостоверяет доброкачественность и вес данного слипка. И деньги теперь можно было просто отсчитывать. Конечно, время от времени проверяем, по принципу доверяем и проверяем, но, что называется, тем не менее. Так появилась монета, и, видимо, греческая цивилизация настолько дозрела до появления именно этого вида денег, что в течение нескольких десятилетий вот это изобретение распространилось по всему античному миру. То ли это было заимствование, то ли своим умом доходили, но, как бы там ни было, факт остается фактом. И с конца восьмого века до нашей эры это изобретение, как мы с вами видим, благополучно дожило до наших дней. Но техника производства монет естественно разительно отличалась от того, что мы сейчас имеем в современном автоматизированном производстве металлических денег. кто были первые монетных дел мастера это очевидно были кузнецы. Люди, которые привыкли иметь дело с металлом в разных его видах. А что касается известно два вида изготовления монеты. Это литье денег и чеканка. Наиболее распространенный и наиболее древний вид изготовления это чеканка денег. Литье употреблялось в тех случаях, когда ценность денежного металла, монетного металла была слишком мала. Вот. И поэтому деньги получались очень крупными и их чеканить было технически невозможно или по крайней мере очень трудно. Я вам напомню, если вы интересуетесь историей монетного дела России, в России в 18 веке несколько раз предпринимались попытки выпустить рублевую монету. То прямоугольной формы металлическую плиту весом ровно в килограмм, то круглую. И эти попытки не заладились. Технологии что называется не позволили подвели. Вот. Поэтому в таких случаях гораздо удобнее литые деньги. Поэтому предпочтение в античном мире отдавали чеканке. Если мы успеем о литых деньгах античного мира, мы поговорим попозже. Что для этого нужно? Нужны, в общем-то, вещи незамысловатые. Нужно, во-первых, неподвижное основание. Таким явно служила кузнечная наковальня. Вот. попробуем. Извините, художественными талантами не обладаю, поэтому картинка будет, что называется, не очень подвижная. Неподвижное основание, на котором укрепляли такой металлический цилиндр. Естественно, все это изготавливалось. В данном случае отливалось вручную, а потом обрабатывалось, доводилось до кондиции. Вот. На торце этого цилиндра вырезалось изображение, углубленное, конечно, причем негативное, чтобы на оттиске получился позитив. Это нижний, более древний штемпель монеты. Дальше. Необходимо было изготовить заготовку для монеты. Монетный кружок. Но кружок мы называем условно. Это сейчас монеты правильной круглой формы. Хотя бывают исключения в других странах, экзотические. В античности кружок этот отливали вручную, и он имел не совсем круглую форму, что называется. Иногда бобообразную, иногда овальную. В общем, как говорится, что выросло, то выросло. Кружки эти отливали в специальных формах. Но технологий тут тоже было несколько. Но одна из них была такой. Вот представьте себе плоский металлический ящичек с бортиками. Ну, типа того, что для цветочной рассады употребляется, допустим, или для рассады огородных кучелок. Вот. И этот ящик набивают формовочной глиной, как я не так давно узнал, что среди ювелирована до сих пор в дефиците. и каким-нибудь круглым предметом, ну, скажем, палкой круглой в сечении, в этом, в этой глине делают оттиски нужной глубины, ну, и нужное количество. Все их рисовать не будут, и так далее это называется. И эти оттиски соединяют между собой канавками, процарапывают их в глине. Затем в плавильном тигле плавят металл и, как вы кофе разливаете из турки, из кофеварки, наливают сюда, в эти углубления, наливают в крайние, потом, пока металл горячий и жидкий, ящичек наклоняют в нужную сторону, металл растекается по всем этим углублениям и застывает. После этого вы вытряхиваете это хозяйство из ящика и обрубаете эти литники, так называемые. Вот на некоторых монетах следы таких обрубов отчетливо видны, надеюсь, мы с вами в этом убедимся, когда вы будете держать в руках реальный нумизматический материал, настоящие античные монеты. Вот. И монетная заготовка готова. Что надо делать дальше? Для того, чтобы антиканить монету, нужен еще молоток, причем молоток монетного мастера весил примерно 5 килограммов. Представляете, 5-килограммовые гантели, и попробуйте помахать такую гантелью целый рабочий день. Вот. И нужен верхний штемпель. Первоначаль, да, был он приблизен такой формы, тоже цилиндрической, верхний край был таким спошенным, чтобы расплющивался помедленнее, металлическим. А на торце тоже вырезалось изображение, и тоже негативное. Вот. Он мог быть по размеру и поуже, но, или по размеру самого штемпеля. В глубокой древности существовал только нижний штемпель, в начале процесса чеканки монеты. Вот. А роль верхнего заменялся просто металлическим прутом или связкой прутью. И дальше. Работали два человека, мастер и подмастерие. Берется монетный кружок, подмастерие хватает его клещами, сует в огонь кузнечного горна, нагревает для большей пластичности, и как только кружок разобрет, он бросает его на нижний штемпель, мастер прижимает верхним штемпелем, или тем, кто играет роль верхнего штемпеля, бьет молотком, поднимает штемпель, монета слетает. Весь процесс чеканки монеты занимал примерно 3 секунды, в зависимости от цена рудки, можно было и быстрее. И одной парой штемпелей можно было изготовить несколько тысяч монет, от 5 до 8 тысяч, как подсчитали современные ученые. То есть не так мало, правда? Вот. Но, вернемся к нашему методу, к чему я все это рассказываю. В процессе работы штемпель изнашивается. Причем верхний штемпель, по которому нещадно лупят молотком, изнашивается быстрее, чем нижний, в 3-4 раза. И когда верхний штемпель уже совсем износился, нижний еще будет для работы. Верхний заменяют, нижний остается. Дальше еще один верхний заменили. Потом приходит очередь нижнего штемпеля и так далее. Но степень износа штемпеля отражается на самой монете. Это понятно, да? То есть у монеты изготовленной той же парой штемпелей позже очертания более расплывчатые, чем на том штемпеле, когда он сделан тем штемпелем, который был еще новеньким. Это понятно, да? То есть по степени износа штемпелей можно установить, какая монета была отчеканена раньше, а какая позже. Установить относительную хронологию. И если на абсолютной шкале времени, привычной нам, годы до нашей эры, удается найти хронологическую зацепку, то есть прицепить эту относительную хронологию к абсолютной, мы получаем датировку монеты, сделанную с помощью метода износа, метода метода свечения штемпелей это понятно? Понятно. С этим методом тесно связан метод анализа состава кладов. Ну, клад мы с раннего детства из сказок с вами знаем, да? И существует великое множество историй, скажем, о том, как дьявол подменил клад продавшего ему душу человека, вот, заменив золотые червонцы черепками, осяними листьями и так далее. Вот эти рассказы о подмене тоже возникли не случайно, потому что в подавляющем большинстве случаев клад разочаровывает того, кто его нашел. Очень редкими являются клады золотых монет, золото-металл инертный и свеженькая, свеженайденное золото выглядит как новенькое. Вот. Что касается серебра, то тут сложнее, потому что серебро покрывается окисью, чернеет со временем, хотя это тоже благородный металл, а меди, и тем более железе, уже и говорить не о чем. Соответственно, ежегодно в нашей стране, немного уменьшившихся в размерах с советских времен, находят несколько десятков кладов. И, к сожалению, обычно эти клады погибают для науки. Очень редко они вовремя попадают в руки музейных работников или археологов. А между тем, для науки очень важно, чтобы клад дошел неповрежденным. И вот почему. Для этого надо разобраться, по каким причинам взрывали клады. В свое время, в 19 веке, бытовало представление. У нас на территории нашей страны, теперь к этой территории добавился и Крым, как мы с вами знаем. Находки античных монет в европейской части – это достаточно обычное явление. Особенно это касается монеты римской, но что касается, что относится к Крыму и Тамане, там и древнегреческих хватает. Вот. Откуда они взялись и зачем они там нужны? Но с Северным причинам все ясно. Там существовали античные государства, у них было свое денежное обращение, они импортировали монету из метрополии, все очень хорошо. Ну, а те огромные территории восточноевропейской равнины, по которым, как говорится в одном старом фильме, где фигурируют анархисты, по этим просторам гуляли свободные люди и лошади, то есть жили индоевропейские народы, в том числе предки славян, там-то для чего монеты нужны. А клады римских монет, римских динариев, особенно эпохи империи, встречаются на территории России, Белоруссии, Прибалтики и даже Скандинавии. Очевидно, что эти монеты играли какую-то роль в денежном обращении. И раньше представляли дело так, что по бескрайним просторам нашей страны разъезжали купцы и время от времени зарывали в землю клады. Возникает естественный вопрос, а для чего они зарывали деньги в тех местах, куда они почти наверняка больше не вернутся. Правда? Бывало, конечно, так. В экстремальной ситуации нападают разбойники на караван сараи или постоялый двор. И в последние мгновения своей жизни или свободы купцы действительно закапывали клады за имеющиеся у них деньги в землю и т.д. и т.п. Или при штурме городов население осажденного города тоже, естественно, прячет ценности. Или вот те, кто вышел за пределы первого курса помнят знаменитую битву в Тевтобурском лесу, когда в 9-м году нашей эры, не так давно был юбилей, 5 лет назад, восставшие германцы уничтожили целую римскую армию под командованием Квинтилия Вара. И место гибели этой армии было определено в первую очередь по монетным находкам. Английский археолог-любитель Энтони Клан, майор британской оккупационной армии рейнской армии бродил по окрестностям города Основрюка с металлоискателем и вдруг в наушниках звякнуло. Потом еще нашел сразу 18 динариев и пошло-поехало. Сейчас из этого места находки сделали такой мощный коммерческий проект, что любую дорогу взглянуть. А началось с монет. Но в подавляющем, ну это гибель армии, тем более целая армия, это случай экстремальный. Но в подавляющем большинстве случаев, конечно же, клады зарывали не купцы, клады зарывало местное население, у которого монеты, вошедшие в состав клада, служили под прямому назначению, то есть выполняли функцию денег. Но понимаете, в чем дело? Банков, сберегательных касс тогда не было. и если оказывалась необходимость накопить деньги, не уплачивая никаких процентов, или просто спрятать излишек на черный день, то самое надежное хранилище, как тогда считалось, это мать сыра земля. Купцы закапывали свои кубышки обычно в подвалах своих домов и т.д. Когда ломают старые дома, иногда находят такого рода клады. Вот. Ну а люди обычные, скажем так, среднего достатка, те предпочитали закопать где-нибудь в землю и по понятным причинам делали это ночью. Но ночью пейзаж меняется на неузнаваемость. И днем свой клад можно элементарно не найти. Когда в нем приходит необходимость, когда хозяин решит добраться до него. Поискал, поискал, а потом махнул рукой невелика потеря. Потому что в подавляющем большинстве клад это несколько десятков слипшихся таких бронзовых кругляшей. Сильно окислившихся. Ну, в зависимости от агрессивности окружающей химической среды. Вот. Ну, и со временем может пройти много столетий, когда этот клад найдут. Допустим, есть совершенно анекдотические случаи, как в Белоруссии свинопас, наблюдавший за стадом своих подопечных, увидел, как свинья выковырнула из земли горшок с монетами, римскими динариями. Или, скажем, был такой случай в городе Батуми, в Закавказье. Шли земляные работы, экскаватор копал траншею и вывернул какой-то продолговатый крупный предмет. Дело было после войны сразу в Великой Отечественной. Батуми в годы войны бомбили немцы. И все решили, что это бомба. Среди прохожих оказался солдат с автоматом. Вот. Сейчас бы, конечно, вызвали саперов, но тогда нравы были еще достаточно вольные. Солдат попросил прохожих отойти подальше. Сам залег, прицелился и выстрелил по этому предмету. Но вместо ожидаемого взрыва из пробитого бока амфоры посыпались античные серебряные монеты. Вот так. В общем, чего только не бывает. Но клады. Клады нумизматы различают вот по такому принципу. Есть клады длительного накопления и есть клады краткого накопления. Для науки важны и те, и другие. Потому что клады краткого накопления они отражают состав денежного обращения на данной территории в данное время. Своего рода моментальная фотография денежного обращения. Что, как вы понимаете, немаловажно для характеристики экономики данной территории данной страны в данный период. Это клады краткого накопления. Клады длительного накопления хороши другим. Они позволяют отследить динамику изменения этого самого денежного обращения на протяжении долгого периода. Иногда на протяжении многих десятилетий. А смена одних денег другим может отражать изменения в политической истории, которые в письменных источниках не нашли своего отражения. И поэтому так важно, чтобы клад попал в руки ученых целиком, потому что потеря даже одной монеты может исказить датировку этого клада. А клад обычно датируется когда клад попал в землю. Интересно решить вопрос. Клад обычно датируется по так называемой младшей монете, позже всего отчеканенной. Но тут возникает естественный вопрос. Хорошо младшая монета, но после того, как ее отчеканили и пока она попала в землю, должно было пройти определенное количество времени. Если скажем отчеканили монету в далеком Риме, на римском монетном дворе, тот же серебряный динарий, то пока она доберется до восточноевропейской равнины, поучаствует в денежном обращении, а потом попадет в землю. Сколько для этого должно пройти лет? Ну, методом проб и ошибок нумизмата установили, что от момента выпуска младшей монеты до ее попадания в составе кладов обычно проходит где-то от 3 до 5 лет. Вот так и датируют клады. Ну, и в каждом более-менее крупном кладе, есть не только мелкие, есть и крупные, всегда найдется несколько монет отчеканенных одной парой штемпелей. И вот по степени износа этих штемпелей, применяя первый метод, устанавливают эту самую относительную хронологию. В общем, работа эта, я смотрю, в аудиторию уже кое-кто начинает зевать, работа эта долгая и муторная. И для этого надо очень любить это дело, вот, эти маленькие кругляши, которые называются монетами. А, уверяю вас, что называется нежного отношения к ним, они вполне достойны. Идем дальше. Для того, чтобы идти дальше, нам надо познакомиться с основными терминами, которые употребляют нумизматы. Ну, тут шрифт мелковат, но я продиктую. у каждой монеты есть сторона лицевая, которая называется аверсом, и сторона оборотная, которая называется реверсом. Аверс – лицевая сторона монеты, реверс – оборотная сторона монеты. Все очень хорошо, но как определить, где лицевая, где оборотная? Вот, скажем, на наших современных металлических российских деньгах все их в кошельке имеют. Задумывались, где лицевая сторона, где оборотная? Ну, вот лицо. Где у нашей монеты лицо? Где число, где дата и так далее? Нет, дорогие мои, лицевой стороной монеты считается та, на которой изображен государственный герб, символ государства или портрет правителя. Но то, что изображено на наших деньгах, какая-то дивная птица, похожая на курицу-мутанта, вот, это не государственный герб. Там же написано Банк России, это символ Банка России. По странной прихоти судьбы или по недосмотру наших вождей, государственный герб на наших современных монетах отсутствует. Потому что государственный наш герб современный России, как вы знаете, это орел со всеми причитающими, двуглавый орел со всеми причитающимися ему прибамбасами, да? Вот. Держава, скипетр, три короны, Георгий Победоносец, щиток, вернее, с изображением Георгия Победоносца, вот, на туловище орла, все как положено. Но на монетах этого нет. Но тем не менее, за неимением лучшего именно эта лицевая сторона монеты. А оборотная содержит обычно сведения служебного характера. Номинал, дату, еще что-то. Ну, там, если вы обратили внимание, такой завиток лилии, тот самый, который красовался в виде клейма на нежном плечике Миледи из трех мушкетеров, если вы читали или смотрели фильм. Этот свой отличительный знак, как вы помните, Миледи старательно скрывала. И были причины. Но бывают такие случаи, в том числе и на монетах относительно нашего недавнего прошлого. Скажем, юбилейные советские монеты. Знаете, какой была первая юбилейная советская монета? Первая юбилейная монета это советский рубль, выпущенный в честь 1965 году в честь 20-летия Победы. Где на одной стороне изображен памятник воину-освободителю из берлинского тректов парка, солдат держит маленькую девочку на руках в одной руке, в другой руке меч, разрубивший свастику. А на другой стороне государственный герб Советского Союза. Вот и решает какая сторона лицевая, а какая оборотная. Очевидно, что здесь лицевой является сторона с памятником. Она имеет более важное пропагандистское значение и информативное тоже. Так что в тех случаях, когда на монете есть портрет правителя и государственный герб на другой стороне, предпочтение отдается портретам. Точно так же, как, скажем, на русских революционных деньгах, ну, может быть, видели хотя бы в антикварных отделах магазинов, серебряные рубли, полтинники с портретом Николая Второго. А на другой стороне двуглавый орел. Николай Второй в данном случае это аверс. У античных монет определить, где аверс, где реверс, бывает достаточно сложно, но на помощь приходит вот эта техника изготовления, которую я вам достаточно, что называется, популярно описал. Штемпель лицевой стороны, нижней делают вогнутым, чтобы монетный кружок, который на него бросают, не соскальзывал, удерживался в ямке. И, соответственно, изображение лицевой стороны, изображение аверса получается более выпуклым, чем изображение реверса. Вот по этой выпуклости и определяют, где аверс, где реверс. С аверсами реверсам понятно, да? Дальше, еще одно определение гурт. Это, попросту говоря, ребро монеты, но в античности оформленного гурта монеты не имело. Он появился только в средние века, а сейчас, если вы обратите внимание тоже на современные монеты, гурт может иметь орнамент в виде рубчиков, косой насечки, это, правда, в 18 веке для русских серебряных рублей была характерна именно такая косая насечка. Вот. для чего делать? Гурт снабжали определенным орнаментом или надписью. Для того, чтобы затруднить подделку монеты. Вот. мы с Верой Викторовной помним денежную реформу 1961 года. Я больше помню и лучше. Вот. Я помню, как в январе 1961 года отец принес и подарил мне новенький блестящий пятак 1961 года, только что от Чеканины. До того монеты Советского Союза выпускались номиналом от копейки до 20 копеек. Не больше. Это была деноминация, убрали один лишний норик. И, соответственно, цены тоже увеличили. Ну, вернее, как формально они остались неизменными. В Советском Совете до Горбачевских времен цены не менялись. Просто отбросили лишний норик. Ну, вот в метро московском, допустим, проезд стоил до реформы 5 копеек. И после реформы тоже 5 копеек. Но копеечки-то были уже другие. То есть проезд подорожал 10 раз. Да. Ну, власть наша всегда была гораздо на такие фокусы, если вспомнить недавнюю историю Советского Союза. И реформа денежная, она практически всегда носит конфискационный характер, чтобы вытянуть из карманового населения побольше средств. Вот. Ну, вы не верите тому, что я сказал. Давно сказано, что власть у нас всегда была хорошая, ей просто с народом не повезло. А так все нормально. Вот. Шучу, конечно. Власть во все времена и у всех народов примерно одинаковая. И она заботится в первую очередь о собственных интересах. В нумизматике и в нумизматике античной это тоже очень четко видно. вернемся к теме. Значит, поле монеты. Центральная часть аверса и реверса не занятая изображением и надпись. Надпись на монете называется легендой. От латинского слова лего читаю, то есть легенда читаемая. Есть еще такой термин как монетная стопа. Количество монет выпускаемое из определенного количества металла. Ну вот, скажем. на золотых позднеримских и византийских монетах вы можете увидеть, кроме титулатора императора и прочей собственной легенды, носящей обычно пропагандистский характер, вы можете увидеть такую вот такие две буквы. К фирме убит это не имеет никакого отношения. И буквы эти не латинские, а греческие. Это омикрон и бета. Но в греческой нумизматике и вообще в греческой письменности буквы большая их часть имели еще и значение числа. То есть альфа единица, бета двойка, дельта тройка и так далее. Эту особенность кстати сказать унаследовала русское государство со времен Киевской Руси, со времен приятия христианства и еще вплоть до Петровских времен цифры у нас обозначались буквами. Арабская циферь, скажем, на монетах впервые появилась только в середине 17 века и то в виде эксперимента. Это неудачная денежная реформа Алексей Михайлович. Так вот в данном случае на римских монетах была греческая аббревиатура так омикрон обозначал число 70 бета двойка то есть 72 что это означает? А это значит что данная монета составляет одну 72 часть римского фунта так обозначалась монетная стопа. римский фунт был тяжелый был легкий легкий более древний 273 грамма а тяжелый попозже введенный 327 грамм иначе говоря из одного фунта золота из 327 граммов должно было получиться 72 такие монеты вот это и есть монетная стопа. Или скажем в русском монетном деле 18 века вам не приходилось никому держать в руках тяжелые екатерининские пятаки приходилось я в детстве даже нашел один вот этот екатерининский пятак весит 50 граммов и монетная стопа таких монет составляет 16 рублей из пуда меди иначе говоря пуд меди 16 килограммов из этого пуда меди могли отчеканить пятаков двух копеечных монет копеечных денег деньга это пол копейки и полушек в общей сложности на 16 рублей идея понятна да вот 16 рублей из пуда меди это самая популярная в русском монетном деле 18 века монетная со стопой ясно идем дальше лигатура примесь недрагоценного металла в золотой или серебряной монете обычно лигатуру добавляют с благородными целями дело в том что чистое золото или чистое серебро это слишком мягкие металлы и монеты слишком быстро теряются то есть металл теряется без разу утрачивается без разряда драгоценные между прочим и когда речь идет о достаточно большом количестве монет то потери могут исчисляться как в Европе первой половине 19 века тоннами драгоценного металла вот чтобы монеты стирались помедленнее добавляют лигатуру обычно это медь но иногда государство во времена экономических затруднений прибегает к намеренному увеличению лигатура и это называется порча монеты это уменьшение содержания драгоценного металла в золотой или серебряной монете либо за счет добавления лигатуры либо за счет уменьшения веса монеты то есть монета становится неполноценной как говорится не верьте тому что на них на этих монетах написано написано дескать один динарий а реальная стоимость где-нибудь 0,7 динария потому что ценность монеты она все-таки определялась в первую очередь содержащимся в ней драгоценным металлом это ясно так вот порча монеты производится государством это его прерогатива вот а есть еще подделка монеты изготовление монет находящихся в обращении или антикварных то есть коллекционных производимые частными лицами их у нас вежливо именуют подшивомонетчиками с целью естественно наживы помягче выражаясь с целью получения дохода подделка монеты известно вернее появилась почти одновременно с изобретением монеты действует железный принцип рыночной экономики спрос определяет предложение вот потому что с помощью подделки естественно люди стараются повысить свой жизненный уровень ну подделывают по-разному и в древности подделывали тоже по-разному у меня в подборке монет моей есть одна фальшивая монета Филиппа второго отца Александра Македонского и эта подделка явно античная она медная посеребренная серебро со временем стерлось и видно стало ясно что это такое как известно что позолочено сотрется свиная кожа остается вот и подделка явно сделана в те далекие времена в античности когда такие монеты находились в обращении потому что современные изготовители антикварных монет они используют те же металлы что использовались при выпуске подлинных монет то есть золото и серебро в большинстве случаев вот ну и порча монета чем отличается от подделки за подделку монет государство во все времена корало и корало свирепо руки отрубали расплавленный металл в горло заливали виновникам и так далее ну а за порчу монеты государство само себя наказывать никогда не будет власть она всегда себя любит ну и еще вам имеет смысл познакомиться с таким термином как монетная регалия право на выпуск монеты эту монетную регалию имеет тоже государственная власть в очень редких случаях частные лица или скажем военачальник в военном походе когда скажем у римлян бывали такие времена когда войска войска на заморских территориях вели войну солдатикам надо было что-то кушать на что-то покупать продовольствие с армией надо было срочно расплатиться а из Рима денежки вовремя не прислали тогда военачальник имел право с позволения конечно римского сената на месте средств походного оборудования изготовить монету из металла конфискованного у местного населения к примеру и расплатиться этой монетой со своими солдатами вот но это редкий случай временного так сказать присвоения монетной регалии обычно монетную регалию имеют или отдельные правители или государство в целом и вообще право на выпуск монеты в политическом отношении оно очень важно потому что свидетельствует о суверенности данного государства и данного государя и не случайно скажем киевский князь Владимир приняв христианство поспешил выпустить золотую и серебряную монету по образцу византийских так чтобы так сказать показать свою крутизну и место древней Руси вот как равноправного партнера в европейском концерте в этом самом концерте христианских государств и самоутвердился и не случайно уже преемник Владимира Ярослава Мудрый как вы помните активно выдавал дочек замуж за границу за иноземных государей и сам да сыновья его женились на иноземных принцессах в общем тут в домонгольский период на Руси тоже все было в порядке ну идем дальше так вопросу о технике монетной чеканки я вам уже говорил каким образом окна доски изобразил как чеканилась монета и первоначально значит роль верхнего штемпеля играл металлический прут или связка прутьев пруток мог быть неправильной формы потом ставить придавать правильную форму скажем четырехгранник и квадратный на срезе в торце прут естественно давал оттиск монете который получил специальное название квадратум инкусум буквально что означает слово квадратум в латинском языке помните квадрат правда прямоугольник на самом деле вот вдавленный прямоугольник если хотите вдавленный квадрат ну и здесь этот квадрат как мы с вами видим правильной формы ну так бывало далеко не всегда вот скажем достаточно древние монеты архаического времени 7-6 веков вот здесь на монете Милецкой изображение довольно расплодчато но видно что на оборотной стороне просто бесформенная вмятина а здесь монеты эгины серебряные и этот квадратум инкусум разделен на несколько частей так фиванская монета здесь квадратум инкусум напоминает пропеллер наверное вот эгентские монеты изображение правда достаточно схематические потом мы увидим как совершенствовали срезчики монетных штемпелей это черепаха представьте себе на фиванских монетах изображался щит вот такой специфической фиванской формы щит тяжеловооруженного воина но это всем нам известные Афины Афины город посвященный богине которая была его покровительницей на протяжении всей его истории да и может быть вы помните миф о том как Афина и Посейдон спорили за право покровительства над этим городом новообразованным и судьей в этом споре был Ареопах Афинский совет старейшин вот и решено было что покровителем города будет признано то божество чей дар окажется более полезным Посейдон ударил в скалу трезубцем этот след от трезубца долго показывали в Афинах на Акрополе ударил скалу трезубцем и из скалы забил источник воды соленой это типичный этиологический миф этиологический миф это миф объясняющий причину того или иного явления вот от греческого айтеа причина и как он возник можно догадаться на Акрополе весело журчал своими строями источник соленой воды надо было объяснить откуда он взялся вот и объяснили Афина воткнула в землю копье копье сразу пустило побеги ветки и появилось оливковое дерево маслина ну что важнее для города маслина или соленая вода соленой воды в окружающем море избыток естественно Ариапах признал дар Афины более полезным и Афина стала покровительницей города город получил имя в ее честь что было дальше знаете раздосадованный посейдон проклял Афинин сказав пусть на своих собраниях они всегда принимают дурацкие решения слово Бога отменить нельзя но Афина поспешно добавила ну пусть эти дурацкие решения всегда оборачиваются к их пользе и стало так вот так родилась афинская демократия и на лицевой стороне афинских монет лицевая сторона здесь определяется без труда благодаря тому что квадратом инкусу всегда на обороте и вот здесь эта милая птичка то есть сова тоже символ Афины она помещена внутри этого квадрата не так ли? а на лицевой стороне сама богиня с характерной архаической улыбкой и на шлеме у нее видите веточка лавра эта лаврушечка появилась только после марафонской победы над персами после 490 года и здесь тоже видите два листика лавра и АТ Альфа Тета и Эпсилон Эпсилон вообще говоря не совсем правильно в более поздние времена на этом месте писали Эту АТЭНО ну а здесь еще архаическое написание то есть обозначение названия города ну а точнее говоря это не название Этникон дело здесь вот в чем греки как мы знаем жили в полисе вот вне полиса жизнь древнего грека просто немыслима и на монетах всегда обозначался практически всегда обозначался не город а гражданская община гражданский коллектив то есть и помещалось название название гражданина в родительном падеже множественного числа в данном случае эта монета как бы отвечает на вопрос чья это монета Афинян чья монета Кориинфин чья монета Сикионян чья монета Сиракузин вот эта штука на греческих монетах именуется этниконом и дальше на картинках я вам этот этникон покажу на некоторых монетах ну и что еще можно сказать что греки были народ древние греки о современных не будем древние греки были народом исключительно одаренным во многих отношениях если римляне были народом солдат инженеров и юристов то греки это народ поэтов художников и скульпторов прежде всего народ изумительно одаренный творчески и от античного мира сохранилось в том числе и от древних греков достаточно большое количество вещей но вот знаете что отличает древних греков у них почти нет того что мы сейчас называем кичем безвкусицей все их все то что они делали вот отличается большим художественным вкусом и монеты не составляют исключения если мы видим что-то грубоватое с нашей точки зрения то это объясняется либо древностью происхождения либо нарочитой архаизации как на этой монете потом вид афинских монет изменился и мы с вами тоже увидим как мы идем дальше вот это коринфское серебро не дописал я свою легенду 5 лет до нашей эры как по-вашему это аверс или реверс аверс изображение вписано в квадрат я вам только что сказал что квадрат это всегда реверс квадратом инкусом а на лицевой стороне у меня к сожалению не успел подобрать соответствующую картину знаете что помещалось дивное животное пегас крылатый конь это своего рода эмблема коринфа вот это аверс если бы мы с вами увидели коринфскую монету с пегасом в просторечии греки называли коринфские монеты жеребчиками вот точно так же афинские называли совами ко времени пелопонасской войны и разгрома сицилийской экспедиции афинин но те кто прошли первый курс знают это печальное для афинин событие да вот которая резко повернула весь ход пелопонасской войны было так лучшие силы афинской армии и флота погибли в Сицилии их победили сиракузине но у сиракузин были свои резоны они отстаивали свой родной город потому что если бы афин не его взяли сиракуза бы просто перестали существовать была бы устроена наверняка жуткая резня вот а уцелевшие в основном женщины и дети проданы в рабство сиракуза отстояли свою свободу и долго помнили об этом событии для них это праздник который всегда с тобой для афинен это горе и горе большое но извечные враги афинен спартанцы немножечко помогли сиракузинам одержать победу прислал на помощь им экспедиционный корпус во главе с одним из храбрейших спартанских военачальников Гилиппом но спартанцы это весьма специфический народ вот фильм 300 спартанцев смотрели с орками гоблинами к сергс в пирсингах и так далее смотрели наверное да и помните оттуда знаменитая это спарта да так вот спарте как известно было запрещено иметь в частной собственности золото и серебро жизнь спартанская община равных жизнь у всех должна быть одинаковой или примерно одинаковой на практике выходило так что все были конечно равны но некоторые равнее других бывает не только в спартанском обществе но уже древние с удивлением отмечали что вот эти суровые немногословные спартанцы вот которые не имели права владеть золотом и серебром были удивительно падкими на подкуп принцип известный заветный плод сладок запретный плод сладок и вот значит когда после разгрома афинин разделили добычу сами афинине попали в руки к сиракузинам были отправлены в каменоломни и там в большинстве своем погибли уцелели те кто знал наизусть трагедии еврипида или хотя бы их куски видите как полезно учить стихи наизусть потому что в сиракузине восхищались в это время творчеством еврипида как позднее я думаю вот менее грамотным повезло намного меньше значит а спартанцам досталась походная казна афинин это мешки нормальные мешки из мешковины типа нашей вот набитые серебряными монетами вот этими афинскими совами правда здесь на картинке мы с вами видим декадрахму самый крупный мемориальный скорее номинал а самая ходовая монета у афинин была тетродрахма в два с половиной раза поменьше полегче и по стоимости меньше вот представляете много мешков набитых афинскими тетродрахмами и все эти мешки сложены в шатре полководца в его палатке и он соблазна не выдержал лично вероятно или с помощью рабов подпорол каждый мешочек по шву и отсыпал из каждого немножечко монет а потом все было зашито так что совершенно незаметно и когда все это было привезено в спарту гилип отправился к себе домой вот а мешки пошли государству но спартанец не учел что афинине были большими аккуратистами по части расходования государственных средств и аккуратистами они были не зря потому что каждое афинское должностное лицо в течение года несколько раз народное собрание призывало к отчету а как ты расходуешь ассигнованные тебе финансы тут провороваться было просто смертельно опасно смертельно в прямом смысле слова вот значит и в каждый мешок с монетами была вложена опись содержимого да мешки сломали печати афинские еще печати мешки открыли подсчитали содержимое сверили с описью не хватает эфоры были в недоумении и наверное находили в недоумении может быть до сих пор если бы на гилиппа не донес его собственный раб донос было оформлен в лаконичной чисто спартанской форме под крышей у моего хозяина живут совы пошли поисками нашли вот так погорел гилипп с помощью афинских сов так ну а теперь разные виды этого самого квадрата инкусом и разные картинки это тоже архаика и здесь изображен грифон знаменитый мифологический персонаж грифоны изображались на монетах пантикопея современная кельчь это те чудовища сказочные которые где-то на краю берегли золото чтобы его не разворовали люди а на реверсе как мы видим вот здесь квадрату инкусу я думаю вы теперь хорошо запомните что это такое верно? вот изображения на греческих монетах классического времени очень разнообразные такое впечатление что мастерам была предоставлена большая свобода художественного творчества и вот обратите внимание диаметр монеты всего ничего не на экране конечно а в натуре каких-нибудь два сантиметра но какая тонкая работа мастера как по-вашему что за божество здесь изображено с крылышками город Террина на Сицилии это конечно Ника богиня победы но это ее местная ипостась Ника Террина Ника но своя Террина и держит она в руках веточку лавра опять-таки символ победы а вот тут еще гусь рядом с ней играет не вполне понятную для меня роль вот эта монета по-моему поражает своей динамичностью лев терзающий быка монета города Аканфа ну вот посмотрите ее данные это север Греции крайний северогейского моря точнее в те времена вероятно там еще водились львы последнее известие о львах на территории Балканской Греции сообщает Геродот в 480 году львы в Македонии напали на арьергард отступавшей армии ксеркса и утащили из обоза нескольких верблюдов не знаю как вы а лично я верблюдам не завидую вот но это 480 год вероятно львы водились и попозже в этих горах потому что на македонских мозаиках 4 века до нашей эры мы видим сцену охоты на львов значит были львы иначе чтобы изображать на картинках правда же и вот обратите внимание с какой яростью лев терзает быка вот и какая скорбная и покорная морда у самого быка греки были все таки великолепными художниками анималисты с большой любовью изображали животных вот это акан вот монета города фурии основание этого города принимал участие геродот и вот обратите внимание на этникон здесь что называется классика жанра турио чья монета фурийцев родительный падеж множественного числа как на большинстве греческих монет ну а да вот забыл еще один нумизматический термин вам сообщить обрез монеты обрез это горизонтальная черта внизу поля вот он обрез под обрезом рыбка вероятно это тоже своего рода символ города породу к сожалению сходу заменить вернее определить не могу и атакующий бык бык это символ мощи в древних цивилизациях в первую очередь мужской мощи конечно а вот такая игривая картинка города Наксос любопытно то что здесь вот легенда идет по кругу и написано Наксион здесь уже не родительный падеж множественного числа а именительный падеж среднего рода единственного Наксосская что Наксосская подразумевается серебро или монета и серебро и монета в греческом языке среднего рода такой этникон тоже возможен и Сатир низшее лесное божество с такой характерной очень физиономией подносит к губам конфар наполненный веселящим напитком какое счастье что греки не додумались до изобретения водки иначе спились бы наверное в количестве употребляемого ими спиртного ну не всеми правда вы прекрасно знаете что греки пили цивилизованные греки разбавленное вино в отношении где-то две части воды одна часть вина и считалось прилично выпить три чаши ну правда из реального размера вы видите по сравнению с человеческой головой вот после третьей чаши надо было отправляться спать но судя по сценам пьяного разгола который мы видим в греческой вазописи эта умеренность соблюдалась далеко не всегда это раз а во-вторых македонины фракийцы соседей греков скифы тем более те предпочитали почему-то неразбавленное вино тем более что процесс брожения вина был естественным а градус этого вина мог быть при естественном процессе максимум где-то 15 и вино было типа наших десертных густое и сладкое его еще медом иногда крепили вот но если грек хотел нализаться как следует то подавая чашу виночерпию он говорил а ну-ка подскиф мне от слова скиф это значит налей ко мне неразбавленного вот ну а последствия бывали разными может быть помните такую картинку на греческой вазе последствия пирушки когда одного юношу извините выворачивает наизнанку а его подруга заботливо прикладывает ему холодный компресс колбом так вот у этого товарища аппетит уже побольше это тоже силен да и он предпочитает с конфаром не связываться а из целой амфоры ну амфоры могли быть разного объема ну где-то от 16 до 50 литров так что тут все в порядке человек получает удовольствие по полной программе а вот вам произведение высокого медальерного искусства это изображение Зевса Элида это область на Пелопонессе на юге Греции где находилась знаменитая Олимпия да и вот это мужская голова в профиль явно копирует голову статуи Зевса Олимпийского работы Фидия сама статуя не сохранилась она много позже погибла в Константинополе при пожаре но здесь мы по крайней мере можем представить себе хотя бы приблизительно как она выглядела правда красиво и классический греческий профиль лоб и нос прямая линия вот еще одна ника но обратите внимание чем она занимается играет жонглирует двумя шариками причем одной рукой ну вот смотрите 21 миллиметр диаметр вот попробуйте так изобразить не имея причем традиционно принято считать что мастера резчики монетных штемпелей работали без всяких увеличительных приборов скорее всего это не так простым глазом работу такой тонкости сделать двумя мою мысль вы поняли просто это невозможно если глаз не вооружить чем-либо как современный часовщик лупы кстати лупы из горного хростоля найдены еще Генрихом Шлиманом во время раскопок трое значит что-то такое у них все же было так а вот вам памятник победы сицилийцев над афининами в честь этой победы решено было выпустить памятную монету с изображением божественной покровительницы Сиракуз нимфы аритузы ручей под таким названием протекал через город а все реки ручьи водные источники как вы знаете у греков были посвящены нимфам вот это местная нимфа аритуза и был объявлен конкурс среди резчиков монетных штемпелей победителями были признаны два человека один из них Тимон который выполнил технически более сложную задачу изобразив голову эту женскую головку анфас как-то много лет назад я показывал слайд с этой картинкой и вдруг из аудитории раздался возглас на медузу горгона похоже с медузой горгона ничего общего не имеет конечно это изысканная женская прическа это кудрик конечно а не вьющиеся змеи вот вот такое изображение анфас на монетах и в медальерном искусстве при изготовлении медалей применяется достаточно редко потому что сделать его сложнее обычно делают профильные изображения это раз а во вторых такое изображение непрактично выступающая часть рельефа в данном случае ее очаровательный носик как у фрюкенбок помните что у нее был очаровательный носик равного которому не было во всем Станбольме вот очаровательный носик сотрется быстрее всего но случай был особый и поэтому Кимон сделал именно так но наибольшую известность и в античном мире и позднее получила другое изображение это та же Аретуса но в профиль и работы Эвинета соперника Кимона вот она с тех пор эта женская головка бесчетное количество раз копировалась и на монетах античных и на более поздних вплоть до 20 века на серебряном американском долларе 20 века тоже она есть вот и обратите внимание как великолепно и надпись и дельфины которые плавают вокруг вписаны в поле монеты для этого надо было быть большим мастером и не случайно Эвинета называли Фидием в монетном деле кто такой Фиди этой территории объяснять не надо я бы сказал что это изображение персонажи опознаются без труда Геракл разбирается с немейским львом результаты разборки для немейского льва оказались печальны и Геракл содрал с него шкуру и из черепа льва сделал себе шлем поэтому он изображается в этом так называемом львиным шлеме вот и те кто извините за выражение косил под Геракла то есть изображал его тоже щеголяли иногда в таком виде и приказывали изображать себя в таком виде не исключая нашего общего любимца Александра Филипповича Македонского правда дальше Македонского это дело увидел так вот я бы сказал что это изображение копирует статую известную скульптурную группу работы Лисиппа придворного скульптора Александра одна из самых знаменитых скульптур Лисиппа это как раз Геракл борющийся с Ольвом но если бы эта монета не была почти на сотню лет старше Лисиппа то есть сюжет здесь возник независимо ну и что этот Геракл кроме мускулатуры по каким еще деталям мы видим вот валяется палец а вот его знаменитый лук вот и колчан со стрелами отравленными ядом лирнейской гидры от этих стрел спасения не было и опять-таки обратите внимание на диаметр и вес 22 мм а вот и гинская черепашка уже в более цивилизованном виде тут уже черепаху трудно с чем-нибудь спутать верно? вот это любопытная монета города кротона откуда пифагор был на справа это рейдерс это картинка из альбома а слева это снята реальная монета из моей небольшой подгорочки с сидящим орлом правда подлинность этой монеты под сомнением но все равно что называется приятно здесь кроме орла атрибута зевса изображен треножник символ Аполлона на котором восседала пифия из река и свои правоотчества лист лавра даже с прожилками обратите внимание вот и написано что-то да? можно с первого взгляда прочитать ору да? на самом деле это не ору вот эта буковка как видите кроме о имеет еще такой хвостик это коппа буква архаического греческого алфавита обозначавшая звук к но потом греки решили что есть каппа наша к и две буквы обозначающие один и тот же звук это лишнее и коппа исчезла из греческого алфавита сохранившись только для обозначения числительного 90 но у коппа оказалась очень любопытная судьба римляне ведь тоже свой алфавит создали на основе греческого и римская буква к это та же коппа представьте себе но в данном случае это тоже этникон кроп специалисты я думаю без труда определит даже сорт этой пшеницы все таки греки были большими реалистами и изобразили здесь видимо главное богатство своего полиса где лукания представляете себе это край это юг Италии между пяткой и носком итальянского сапога вот там где изгибается вот это залив Таренский таким образом находить жили племена луканов и область называлась лукания именно в лукании впервые римляне столкнулись с боевыми слонами царя пирра и не знали как их назвать в конце концов подумав они их назвали луканскими ослами раз уж дело было в лукании знаменитые персидские дарики изображен коленопреклоненный царь который в позе стрелка из лука готовится вложить стрелу в лук это дарик архаический вот дарики в греческом мире играли роль международных денег и с перцами вообще греки не только воевали но и общались особенно в сфере экономической достаточно активно это дарик архаический а это дарик посвежее и наоборот видите такой заковыристый квадратум имкусум даже непонятно что тут персидский монетный мастер хотел изобразить но царь уже выглядит вполне по-царски так это у нас уже было это оборотная сторона сиракузских монет вот этих мемориальных в честь победы а вот вам и медуза гармона вот это настоящее ни с чем не спутаешь вероятно на монете города Неаполь обратите внимание что он до сих пор сохранил свое когда-то данное его имя Неаполис новый город Новгород Новгородов на Руси было несколько и в греческом мире Неаполей тоже было несколько даже в Крыму на окраине современного Симферополя и то был Неаполь Неаполь скифский его называют вот и медуза гармона на монете вероятно играла роль апотропея оберега который отпугивал злоумышленника возможного фальшивом монетчика так здесь тоже говорящая картинка эги древняя столица Македонии вот слово эги происходит от греческого айкс айгос коза вот вам коза изображена на картинке герб города как знаете герб Нижнего Новгорода олень ну ваш медведь да с секирой да точнее медведица у Нижнего Новгорода олень с поднятой ногой передней мне ужасно нравится как нижегородцы называют свою герб знаете как веселая коза вот это веселая коза Мельмелький это маленький древнегреческий городишко рядом с пантикопеем я тут скопировал обложку имеющегося у меня альбома посмотрите какие пузатенькие какие аппетитненькие монеты да это монеты города Кизика тоже игравшие как идарики как афинские совы как коринские жеребчики роль международных денег того времени их принимали везде как доллар сейчас или евро вот в том числе и в северном причерноморье они использовались при крупных платежах но клады Кизикинов как вы понимаете это очень редкое явление ведь большая часть античных монет закончила свое существование там же где родилась в плавильном тибле пошла на переплавку вот Кизикины выпускал откуда название название полуофициальное на самом деле официальное название этой монеты статер и выпускал их город Кизик находившийся на берегу Пропонтиды на азиатском берегу Пропонтиды это современное мраморное море между Дарданеллом и Босфором Фракийским проливы ведущие Средиземного в Черное море вот Дарданеллы это Гелеспонд греческий море Геллы вот ну а Босфор Фракийский сохранил свое название Босфор и вот между ними и находился город Кизик который выпускал монеты из электра электр это естественный сплав золота и серебра которым богаты были реки Малой Азии и Кизик с 6 по 4 века до нашей эры где-то до середины чеканил вот эту монету достаточно архаического вида на обороте был квадратом инкусом изображения вообще не было как мы сейчас с вами увидим а вот лицевая сторона это потрясающее разнообразие такое впечатление что монетные мастера Кизика копировали тип любой греческой монеты которая им нравилась условие было только одно внизу лицевой стороны обязательно изображалась рыба тунец это своего рода герб Кизика и вот вернемся к Мирмеки Мирмеки расположен в городской черте Керчи современной и там много лет работает экспедиция там копали давно еще чуть ли не с царских времен но в последние годы экспедицию это возглавляет Александр Михайлович Гутягин относительно еще молодой археолог но уже классный специалист экспедиция государственного эрмитажа и вот значит в 99-м году экспедиция приехала раскоп за год зарастает травой травой эту расчистили вот и на всякий случай решили перевернуть одну плиту перевернули и обнаружили нечто вот в момент обнаружения вот те кто нашел этот вклад как видите молодежь даже дети обычный состав участников археологической экспедиции вот но история будет неполная если не упомянуть что в Крыму процветает как наверное везде сейчас черная археология и представляете клад лишь пролежал много десятилетий в 20 сантиметрах от поверхности и черные археологи не нашли они наверное потом когда узнали рвали себе волосы во всех местах вот потому что находка абсолютно уникальная здесь перебрали руками буквально любую пылинку земли и знаете сколько кизяки нашли 99 с тех пор Бутягину начальнику экспедиции не дает покоя Саша признайся сотый кизякин зажал когда я у него приинтересовался он мне говорит а что знаешь сколько он стоит 25 тысяч фунтов степлингов одна штучка вот ну и вот что такое кизякин и наверное на кизякинах нам придется закруглиться вот пожалуйста ну тут такая тонированная картиночка и наиболее интересные экземпляры Мадонна с младенцем как видите уже достаточно древние рыбку видите так ну это крупный план ну и отдельные монеты из этого клада сфинкс загадка сфинкса помните квадратом инкусом на реверсе здесь на аверсе какой-то мужик да но судя по тому что у него венок и листики его это плюс плюс это атрибут Диониса возможно изображен бог Дионис его изображали не только юным и избородом но и бородатом вот на этом Дионисе давайте мы сегодня остановимся